Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для проектов. То, почему требуется вести учет в разрезе разных проектов, называют ресурсами. Это могут быть людские ресурсы, финансовые. Мы продемонстрируем, как вести учет по финансовым ресурсам, а именно учитывать доход по каждому проекту и расход, а также покажем планирование расходов и составление бюджета. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Работа в программе начинается с модуля «Проекты». Когда мы в него заходим, появляется поиск данных. Если вы не планировали искать какой-либо конкретный проект, можете просто нажать внизу кнопку «Поиск». Тогда выйдет вся имеющаяся в программе информация. Сейчас вышел пустой список. Давайте добавим наш первый проект правой кнопкой мышки «Командой добавить». Статус проекта показывает, на какой стадии исполнения он находится. Мы можем настроить любые требуемые статусы. По умолчанию новый проект добавляется со статусом «В работе». Дата автоматически подставляется текущая. При необходимости ее можно изменить. Если на выполнение проекта заключается договор, можно указать его номер. В поле «Объект» указываем любое наименование, чтобы мы могли искать проект не только по уникальному номеру, но и по понятному и легко запоминающемуся названию. Контрагент – это клиент. Тот, для кого реализуется данный проект. Контрагента выбираем из списка. Если от него заказов не было ранее, можем легко добавить нового. Менеджер – это ответственный за данный проект сотрудник. Когда мы добавили новый проект, можем указать его бюджет. Делается это на специальной вкладке. Финансовые статьи, которые используются при составлении бюджета, показывают, на что именно должны тратиться деньги. Вы сможете добавить любое требуемое количество таких статей. Заказчик имеет возможность не сразу оплачивать всю заложенную сумму, поэтому на вкладке «Приход» мы сажаем каждый поступивший платеж. После проведения оплаты от клиента, программа рассчитывает и отображает сумму оставшейся задолженности. При необходимости можно будет легко найти всех должников. На вкладке «Расход» вы сможете отражать все затраты по проекту. Все, что не потратили, остается в качестве прибыли. В специальном отчете вы получите возможность выполнить анализ любого проекта. Анализ покажет общие цифры по каждой финансовой статье, а также в целом по проекту. Здесь будут отражены даже те затратные статьи, которые не были учтены в бюджете проекта. Кроме анализа по отдельно взятому проекту, вы будете формировать и множество других отчетов, которые вам дадут. Сравнительный анализ по всем проектам, чтобы вы видели, какой проект приносит больше прибыли. Список самых перспективных клиентов, которые тратят больше всего средств. Анализ по всем финансовым статьям доходов и расходов организации. Также вы сможете видеть актуальные остатки, и общие обороты средств по всем кассам и банковским счетам. Кроме этого, будет показана динамика изменения доходов, расходов и прибыли компании в разрезе каждого отчетного месяца. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с компаниями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом. Правильно!